а здрасте друзья всем приветули у нас тут собачка бегает в очередной раз милый песик на самом деле только что то есть челюсть у него какая-то прям как бы ты на нее так посмотреть да ёк макарек да тут туп туповатый взгляд немножко ну что поделать что моделька такая неплохая ладно чё это я тут вообще не то говорю у нас продолжается золотой колос и в общем то друзья чего у нас есть во первых у нас есть новое поле вот такое вот прекрасное на нем на нем не все до убиралась вот же шпадлы валероны плохо пропахали ладно мы это исправим не суть важно и хрен хрен на это вот на эту пахту я из эти копейки не буду сильно переживать короче говоря у нас есть вот такое вот большое поле которое готово к посеву после посева еще один раз надо будет удобрить все это дело и все будет круто также у нас есть еще одно поле которое у нас уже давно но тоже готова к посеву и соответственно тоже один раз надо будет его удобрить и все будет круто также если пройти чуть чуть дальше будет еще одном большое поле которое у нас тоже готова к посеву это же его еще по-моему разочек надо удобрить да и есть у нас еще одно поле под номером 10 его я к посеву не готовил потому что оно было засеяно соиваем бабами и сейчас она убирается еще здесь он свеклы чуть-чуть растет одна полосочка кто-то решил на халяву воспользоваться короче моей плодородной землей и подсадить сюда свеклы тут работает у нас man и наш желтенький new холод где он кстати и покажись всем падла вот он где короче он работает у него все хорошо все прекрасно далее друзья переходим к тепличкам нас сегодня день выполнения контрактов твою мать где я очень утонул по эти плички да соответственно у нас тут припаркован поезд он ждет своего часа и у нас есть четыре контракта три контракта на баклажаны один контракт на клубнику этот контракт на баклажаны которые у меня здесь справа выведен у него висит уже 33 минут соответственно да все это дело выполнять хотя где у нас заводы заводы тепличный комплекс у нас еще не до конца все созрело не до конца все убралось но да ладно первую очередь надо сейчас сделать чтобы не просрать этот контракт потому что он жирный на 827 евро также у нас есть контракт на клубничку тоже на же дистанцию классный такой который мы повезем а также есть контракт по 703 евро в порт баклажаны есть еще один контракт тоже на же дистанцию по 630 евро но нам на все контракты баклажанов не хватит и мы его повезем самую последнюю очередь он у нас будет провален прям сто процентов короче вот такая вот грустная история произошла до соответственно начинаем с того что отвезем мы клубничку и баклажаны залазим в наш прекрасный поезд и говорим выбираем вагончик во первых который надо загрузить говорим что надо грузить сюда клубничку 100 кубов давай грузить клубника пошла грузиться заводим поезд кстати да это тоже важно переключаемся на следующий вагон сейчас наша задача все это дело загрузить и разобраться с этими всеми контрактами судя опять катаемся на поезде но не только но не только еще будем так с другими вещами развлекаться надо начать посев полей и возможно кстати сегодня у нас появится новое оборудование но это не точно но мыслишки у меня такие шальные есть до долго идет загрузка короче говоря давайте я это все загружу и потом мы с вами встретимся потому что я даже не знаю как это все дело комментировать и так друзья у нас почти завершилась уже погрузка прям вот 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 все готово мы соответственно можем отправляться в путь нам нужно на жд-станцию соответственно заказываем себе маршрутик и спорта на жд-станцию склады и включаем пятую повышенную скорость в общем-то отправляемся отправляемся в путь да чуть-чуть чуть-чуть мать твою короче мы приехали нам на левый путь потому что первый четвертый склады находится именно слева и из какого у нас тут отсчета начинается начинать с 8 значит 1 в 4 мы клубнику будем высыпать 4 бокс подкатываемся к нему медленно аккуратненько клубника у нас во втором и третьем вагоне соответственно мы на них и переключаемся дабы все было у нас по красоте все четенько черт я сбился со счету где у нас 4 бокс то двери по открывались теперь нихрена непонятно стал вот четвертый значит едем трохи вперед дальше с этим поезд подъезжает дверки открываются и ничего не понятно 21 минут у нас еще осталось для выполнения контракта на баклажаны в общем-то я думаю что мы успеем что я тут сильно долго не буду все это дело разгружать такс теперь главное попасть на выгрузку то вы знаете что это бывает иногда не с первого раза на приходится вот так вот делать о попал чуть дальше середины значит надо откатываться выгружаем клубничку клубничка это всегда жирно это всегда классно был бы контракт на миллион литров клубники я был бы рад вообще можно такое сделать если очень сильно захотеть правда выращивать ее тоже долго и и дорого но зато профит потом будет мама не горюй соответственно 196 тысяч нам прилетает с первого вагончика это я бы не сказал что прям плохо я бы даже сказал что это прям хорошо мы соответственно подкатываем второй вагон сейчас высыпем с 2 там столько не будет потому что там 33 куба всего вот так вот да работает с первого раза главное запомнить где триггер и все и все будет круто соответственно контракт выполнен еще 65 тысяч нам прилетело в копилку и мы соответственно подкатываем вагона уже к первому боксу потому что там у нас лежат баклажанчики первый бокс у нас находится там чуть подальше логично это же первый бокс что сейчас мы подкатимся и все будет у нас классно и таки тоже попасть бы еще с первого раза на выгрузку хрен его знает как тут триггера расположены да тоже чуть дальше чуть дальше середины может быть около середины отлично меня это вполне устраивает соответственно целимся сразу следующий вагончик выгружать опаньки а чё это он не выгружается то есть он выгружается но контракт это не засчитывается хотя деньги нам идут только не говорите мне что это тоже у нас вот этот контракт за 630 тоже в этот же бокс да мы высыпали его твою мать а у нас могут быть проблемы с этим я же напротив первого стал что не так то раз два три вот этот вагон напротив первого бокса но высыпался следующий вагон который напротив второго бокса который там триггер даже рядом не стоит их твою мать а если вот так вот так вот пошел высыпаться ладно черт это плохо надеюсь что баклажанов хватит на этот контракт потому что неустойку по двум контрактам получать это прям в мои планы не входило надеюсь что 100 кубов избытка там будет будем тогда следующий раз последнего вагона целиться ладно высыпаем с последнего чего что делать еще 100 кубов придется сюда вести я надеюсь у нас будет больше 100 кубов излишка чтобы привести сюда на выполнение этого контракта который полин короче полная жопа вот это не фартанула я же даже вагон правильно выбрал но все высыпаемся и в общем-то заказываем себе маршрут тогда обратно в порт обратно в порт повезем выполнять другой контракт который в порту остатки уже повезем сюда вот почему со сменой направлений я не знаю вроде как все четко должно быть нет открываем активные контракты вот это который у нас в порт тоже ставим его себе сюда двести шестьдесят четыре куба надо будет отвести вроде как они там есть и поехали обратно в порт да какой-то нехороший фэйл произошел такой очередной раз ну да ладно опаньки а нам нельзя сюда ехать то он красный может быть я не тот маршрут взял до ферма порта с херали ферма не то заказал бывает у нас же д станция склады в порт вот этот нам нужен да и зеленый свет загорелся отлично ты а вовремя сообразил поэтому погнали до и приезжаем и обратно к нашим тепличкам соответственно сейчас мы загружаем такс вот это вот да вот этот вот вагончик нам нужен загружаем сюда 64 куба баклажанчиков блины пока что и катастрофически не хватает так давай 64 куба в этот вагон сколько у нас там еще процентов то личный комплекс 98 процентов поле нам не хватит скорее всего 100 кубов еще не вырастет скорее всего вот это по пандос просто сработал триггер из вагона который вот который не должен был сработать обидно чё получим минус рейтинг лишний ладно чё уж тут давайте следующий вагон готовим тоже к загрузке туда нужно сотню загрузить так вот давай-ка вот сюда ман сотню 264 хотя надо еще 17 кубов 17 кубов надо еще вырастить даже не 7 до 17 17 надо чтобы выросло 17 кубов баклажанов за эти вот проценты и тогда мы не зафейлим этот контракт личный на 98 процентов там где-то 99 уже уже везде 99 будет надо чтобы в них получилось 17 кубов баклажанов вообще должно получиться тогда хватит тогда хватит чтобы не зафейлить но это конечно блин обидно да еще один вагончик тоже готовим его к загрузке как так получилось хрен его знает и соответственно пододвигаем и грузимся до загрузку вы не быстро происходит но ничего не поделаешь ничего не поделаешь так сдавай еще 100 кубов надо чтобы еще с подождите нам еще 100 кубов ввести нам надо чтобы не а я неправильно посчитал опять там 61 надо чтобы 40 кубов созрела 40 кубов созрела за эти 12 процента вот в этом я уже сильно сомневаюсь я чё-то думал что нам 77 надо ввести а нам не 77 нам 100 кубов еще надо ввести 60 у нас останется сейчас на теплицах заводы тепличный комплекс здесь 60 кубов у нас сейчас останется надо чтобы в этом проценте 40 кубов встала я в этом сомневаюсь хотя там лишний процент сейчас появился так что может быть там больше 60 будет если будет меньше 80 то не на что надеяться а тут меньше 80 до ну как так то вообще получилось чё ж я такой неудачник то 61 ну вот 39 38 с половиной чуть чуть больше 38 с половиной нам не хватит ахаха да ладно повезли вот это вот дело бокс номер 1 спаем это все дело туда вопрос еще на какой стороне у нас находится первый бокс дайте мне пожалуйста 1 вагон чтобы я за этим мог наблюдать мне кажется он будет с левой стороны вангую вангую на левую сторону не знаю почему сейчас мы будем подъезжать мы это увидим да он 18 а нет это 58 соответственно на правой стороне у нас наши бокса не угадала я не угадал ну и ладно ничего страшного тихонечко отпускаем газ подкатываемся где у нас тут бокс так это бокс номер четыре крайне соответственно нам самый дальний дабы еще тут места хватило поезд поставить высыпать а то знаете ли всякие приключения могут быть соответственно третий вагон третий вагон у нас вот тут лежат баклажанчики давай газ в пол откатываемся да там места не хватит просто чтобы в последнего вагона высыпать опять не повезло опять не фартанула так вот так вот и нихрена он не попал да сейчас будем заниматься хрен пойми чем пытаться попасть в этот триггер о попал получается но ровно напротив должен стоять да там на два вагона не хватит места хотя может хватит посмотрим но это вообще не прикольная ситуация получается хотя я уже в голове сообразил как маневровые работы выполнить чтобы все четко получилось здесь да так примерно вот так вот она да с похватилась схватилась похватилась кстати у нас тут поле уже сделано убрано почти что довольно быстро и он кстати даже один прицеп не набрал с этого поля совсем мало урожая мы переключаемся на последний вагон надеюсь места для поезда там хватит чтобы оттуда высыпать потому что маневровые работы это конечно все весело но не всегда иногда не очень сейчас не особо хочется ими заниматься отлично хватило тут место сколько там впереди осталось до понты до с последнего вагона в этот бокс просто тупо не высыпешь ой я там случайно отцепил вагон не хорошо получилось соответственно включаем третью передачу едем обратно к тепличкам загружать последние эти самые так контракт выполнен это хорошо 70000 у нас одного прицепа едем загружать последние баклажаны они там уже скорее всего созрели же если не созрели то ждем созревания короче доедем а знаете я тут еще сейчас внимание обратил у нас 4 минуты осталось 4 минуты у нас осталось для того чтобы загрузить баклажаны тут 65 кубов этого катастрофически не хватает короче этот контракт мы ни хрена тоже не выполнили из-за того что у нас последняя теплица осталось из-за того что у нас не фартанула 82 куба уже не фартанула нам с этим самым давай загружайся не фартанула нам с разгрузкой случайно получилось выгрузилась не с того вагона в другой бокс который прям далеко стоял там триггер большой но они там кривые конечно дожуть три минуты осталось сейчас мы нихрена даже не успеем его довести ну ладно тогда другой контракт довезем ничего страшного минус в карму сейчас получим можно было бы по 827 продать 100 кубов но мы продадим подешевле по 600 евро потому что знаете ли с древнегреческого мое имя переводится как победитель но победитель по жизни это такое важное уточнение так загрузилась и последние еще пять кубов тут добавилось заводы тепличный комплекс да все у нас теперь тут все есть все хорошо заказываем ж.д. маршрут из порта на ж.д. станцию нас осталось две минуты мы за две минуты даже туда не доедем но в общем то что делать погнали и вот оно вы не выполнили условия контракта на поставку товара баклажана неустойка 82 тысячи семьсот двадцать восемь в общем то 100 кубов по восемьсот двадцать семь я так понимаю она посчитала штрафа то что мы не привезли то что мы не заработали то мы по сути дела и платим и лучше бы мы заплатили самый дешевый контракт самую дешевую неустойку но получилось так как получилось в общем то вот твою мать и и все больше ничего тут не скажешь ладно едем приехали ну что вроде как не слушайте не дает он сейчас выгружаться здесь хотя я примерно тут и стоял вагон из которого выгрузилась хрен его знает как это работает почему она выгрузилась почему она словила этот триггер я без понятия короче выгружаемся и заказываем себе ж.д. маршрут с ж.д. станции склады на базу на ферму поезд паркуем и туда единственно надо дверь открыть дверь открыть посмотреть на каком пути у нас так это нам куда ты нам туда погнали даже по рельсам можем пробежаться чтобы знать куда идти до нам надо открыть двери и еще нам надо посмотреть на каком пути у нас стоят зерновые вагоны и соответственно другой путь поставить те вагоны которые у нас уже есть зерновые у нас стоят слева соответственно на право путь это надо все ставить поэтому погнали вообще откроем еще контракты ну 200 кубов 200 по 630 это примерно 120 130 тысяч мы еще неустойку получим за за этот контракт не все так печально конечно но можно было бы немножко уменьшить эти потери все можно было но не повезло не фортануло сработал триггер просто который не должен был сработать во все друзья мы наконец-то приехали паркуем поезд обратно и даже глушим его и в общем-то все хорошо все прекрасно тишина тишина и спокойствие замечательно теперь этот ангар можно закрывать далее что мы делаем далее это хороший вопрос а далее мы смотрим возвращаемся на наш поле да во-первых отправляем на разгрузку нашего мана а во-вторых убираем комбайн убираем комбайн там 40 кубов получилось у нас до каких 40 даже 40 57 процентов от 60 кубового прицепа вообще мало получилось этой сои вообще очень интересно даже стала посмотреть 34 куба маловато я надеялся на большее но понятно поле не ухоженная не вспаханная один раз она удобрена и я подумал что он стоит удобрить разочек хотя бы поэтому я его удобрил один раз они три поэтому тут особо на крутой урожай надежды то и не было в общем то ладно поехали отвезем на базу вот это вот все безобразие наши на комбайне обгоняем мана ведь какие мы крутые вообще то слово часман нас кстати бодать будет он еще свеколка растет но на свеколку пофигу понимаете что я не буду брать в аренду технику чтобы собрать эту полоску свеклы кому надо тот придет сам выкопает лопатой или просто руками вырвет не обязательно тут чтобы с лопатой комбайны брать вот эти классные крутые дорогущие на все таки 8 9 поле тоже далековато но по сравнению с 37 они вообще находится прям очень близко очень рядом и это очень круто это лучше кстати говоря если кому-то интересно то площадь наших четырех полей в сумме составляет 26 и 6 гектара соответственно с них мы можем вырастить например 615 кубов пшенички если повезет если все сделать правильно и это круто это довольно таки много поэтому сейчас мы пойдем на биржу контрактов и будем там развлекаться будем там развлекаться по моим только комбайн сначала давай дружище будь чистым и поставим еще мтз жку и вальтру чтобы они удобряли и пахали это поле которое мы только что убрали пускай его тоже к посеву готовят такс давай-ка вот всю демо такс давай открывайся как то я тут неудобно все так проставлял сейчас можно будет все случайно сломать такс надо эту самую перехватить мана он там уже выгружается стой падла не уезжай ведь стой стой кому сказал твою мать я застрял ладно телепортация наше все короче его мы тоже снимаем и оставим его наверное вот здесь вот или тоже давайте в ангар поставим чушь там почему бы и нет его можно не мыть он почти не испачкался судя по тому как не ухол он был чистым насколько он был чистым да упс такс что-то я тут намудрил смотри-ка вальтера давай-ка мы тебя у тебя топлива нету дружище сейчас мы тебя заправим не переживай поехали поставим заправлять вальтеру но что ты не пролезешь здесь да вот я занимаюсь какой-то опять ерундой такс мант стой здесь вальтера давай пойдемте заправлять ща мы тут все разрулим не переживайте ща мы все разрулим у нас есть еще миллион семьсот денег есть это не так плохо вальтера 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 вальтеру заправлять вальтеру надо заправить заправляется новый нет ни за одну секунду поэтому поставим заправляться будем заниматься дальше другими делами заправляйся мы пойдем опять к нашим боксом и будем там развлекаться бежим 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 мтш к мтш к тоже цепляем неудобрялку заправляем удобрение я надеюсь что они у нас потому что их может не быть и это будет грустно но предварительно мы мана загоняем в ангар вот так вот все 100 здесь да здесь неудобно все сложено но что поделать короче говоря закрываемся погнали заправлять удобрения опять-таки надеюсь что они у нас есть добрение сейчас надо будет много покупать хотя у нас одна стадия удобрения идет вообще надо чтобы они были всегда есть запас так загружать выгружать удобрения давай загружайся сколько у нас вообще их всего склады ферма удобрения она есть еще четыре куба надо все равно докупать по-любому топлива вон заправляется до сих пор вальтера долго заправляется я надеюсь к тому моменту как мы сейчас к ней подъедем она уже заправиться все давай 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 хотя полный наверное можно было и не загружать пофигу ладно погнали сейчас перехватываем еще вальтер с собой берем сразу на двух тракторах поедем потому что я вот такой вот умею сразу на двух тракторах ездить классно же вот едем на восьмое на десятое поле до готовить его к пассиву на сначала удобрить его потом поставить пахать и все и она будет готова так пересаживаемся в вальтер он заправился красота соответственно поехали главное чтобы мтс сейчас след поймала и все было четко что там не убилось вроде как все нормально вроде как попало вроде как не должна убийца погнали вон драсьте наше десятое поле я мы тут будем развлекаться соответственно мтс-шка залазим в мтс-шечку и отправляем ее эту самую поливать поле да и следом же так как вальтра поедет медленнее и поуже можно следом отправлять вальтру и вальтера у нас тоже поехала все нормально сейчас они тут запашут не знаю как много времени у вальтер уйдет на пахоту водятел сказал что около часа час 20 час 30 где-то так да это около часа у меня так что с этим полем мы разобрались и по сути дела у нас почти все поля готовы к посеву и это классно это действительно здорово как как в это вот Субтитры подогнал «Симон»